Музыка Они требования выставили прекратить кровопролитие в Жанозине. Это же 17 числа было на следующий день. Но вышли 50-70 человек против них. Выставили 350 полностью пикированных, вооруженных, обученных солдат, которые конкретно без разговора начали отстрел. Поэтому вот видно и ясно, что со стороны властей, за что их судят, что, дескать, они там причинили ущерб. И было очень расписано по официальным каналам и от имени генеральной прокуратуры, и что, дескать, такие события были безобразные, что там пожары были невозможные, что там было имущественно, имущественный ущерб нанесен огромный. Но в результате же в процессе суда вы видели, что это фактически какие-то копейки. Где-то стекло разбили, где-то там мебель сломали, где-то там, может быть, причинили какой-то действительно ущерб. Но тогда не надо было народ и провоцировать на такие действия. Вот где равновесие вообще-то, да? Этих стреляли, пострадали и еще, значит, оставили калеками и в результате еще осудили. Поэтому я считаю, что, конечно, их должны были всех освободить, если бы мы жили в другой стране, и вообще, если бы все эти события носили совершенно другой характер, да? Но это чистая политика, поэтому они приняли такое соломоновое решение. С одной стороны, они побоялись, значит, реакции не только местных жителей, но всей страны, если бы они всех посадили, 12 человек, потому что это несправедливо, и, конечно, могла появиться такая очень активная, справедливая реакция протестов вообще по всей стране, осуждения прежде всего, и отечественных, и зарубежных экспертов, и пресса бы совершенно по-другому заговорила. Поэтому они не посмели всех посадить, и они приняли такое соломоновое решение. Значит, они где-то 7 человек отпустили, освободили, и 5 человек наказали. Причем по большим срокам, там, 7 лет строгого режима, который вообще это тяжелое наказание, которое, по-моему, не подвергается амнистии и так далее. 5 лет общего режима. За что? Вот. Ну, это для того, чтобы, как бы, на перспективу, что, дескать, не зря стреляли, во-первых, что расстрел был оправдан, и, во-вторых, чтобы, значит, это было уроком на всю жизнь для тех, кто, дескать, может быть, на будущее собирается выйти и сказать, долой Назарбаева, пусть он уходит в отставку. Это теперь табу, так скажем, для народа получается, да? Нельзя вот выступить, собственно, какой-то серьезной критикой власти, да? Нельзя сопротивляться, значит, произволу и расстрелу народа. Редактор субтитров А.Семкин